И пишет в рубрике Mental Health, да, здоровье, ментальное здоровье, ссылаясь на британских психологов о том, что выгорание становится зловещей коварной эпидемией нашего века. И представьте, BBC ссылку дает, 74% населения страны в таком стрессе, что не справляется с давлением, начинают обращаться к врачам, причем все очень молодеет. Исследования Гарварда показывают, что 49% молодежи, а уж там в Гарварде кто учится, они самые последние люди, да, от 17 до 24 лет под давлением духа соревновательности, вот этой, да, соревнования в учебе, в повседневной жизни, стремления к чему-то, полностью эмоционально выгорают, они не хотят ничего и эмоционально на нуле. Вот вам, пожалуйста. И еще маленькое такое, ну уж это бронес броневичей, для вас и для всех мужчин, кто у нас есть. Британский мужской журнал GQ, ну у нас он тоже выходит, да, выпустил ряд статей Бенджамина Хансенбунде по выгоранию, если раньше только лошади и охота, то представьте себе, вдруг сейчас в наше время, вот в нашем, в девятнадцатом году, вдруг пошли статьи по эмоциональному выгоранию. Наверное, это не случайно, я думаю, это так. Ну, наверное, тоже выход из, это Брексит, это тоже не случайно, это признак выгорания. Результат выгорания, наверное, да. Хорошо. Это да. Это, да, наверное, за рубежом, это отдельный разговор, надо вникать, разбираться. Но психология американского успеха, которая стимулирует конкуренцию и так далее, это тоже приводит к выгоранию. Хорошо. Давайте сейчас, естественно, каждый из нас хочет узнать, а что со мной? Да, есть ли у меня какие-то признаки и тому подобное, поэтому сейчас мы вернемся к опроснику. Вот, и предлагаем за три-четыре минуты его заполнить. Я надеюсь, что у всех, всем удалось скачать. Если кто не скачал, тогда скажите. Вопросы пишите в рубрику «Вопросы», мы будем там отслеживать хорошо, потому что они утонут среди других сообщений. Окей, если не скачали, так, скачайте с правой стороны, где есть презентация. Я еще дам другой вариант. Мы закачали этот опросник на Яндекс.Диск. Вот, поэтому можно оттуда скачать. Сейчас давайте... Просто будьте внимательны, вот методика диагностики профвыгорания, и вот тут справа, да, ее можно скачать. Окей, я из Яндекс.Гугл, Яндекс.Диск, его тоже там... Нет, ГУК-форму мы не делали, потому что для опработки сами участники не смогут это сделать. Ну, естественно, нам будет не очень этично пользоваться этой информацией и так далее. Поэтому мы не программировали. Мы предложили вордовский формат распечатать, поставить плюсы на теми позициями, где это выражено. Бронис Броневич, надо сказать, это вы делаете для себя. Вы знаете, мы сами с Бронисом Броневичем, пройдя его, несколько удивились. Ждали одного, получили немножко другое. Поэтому еще раз пройдем, конечно. Но... Но Надежда Николаевна пересчитывала три раза. Ну, было такое с математикой, не все в ладу у нас, конечно. Хорошо. Сейчас подождите. Давайте вот так сейчас скачайте. Если не получается, пишите в чате, чтобы вы понимали, что у кого не получается, не получается. И дадим 3-4 минуты на того, чтобы пока ответили. Буквально 3 минуты. Там не заглядывай никуда, быстренько для себя. Только самому себе. Будем надеяться, что большинство получается. Скачал отлично, значит все окей. А сейчас попробуйте лучше распечатать, если есть такая возможность. Если нет возможности, быстро ответьте. Это 3 минутки занимает. Просто для опроботки лучше будет в бумажном варианте распечатано, да, и потом посчитывать баллы. Если нет, то тогда в электронном виде ставить плюсы, но это будет посложнее при опроботке. Отлично. Окей, сейчас несколько минут для того, чтобы вы ответили на этот тест. Мы вам не будем мешать, хотелось бы поболтать, но молчим. Хотя трудно молчать, но молчим. Трудно молчать, но молчим. Надежда, вам очень трудно молчать. Очень. Хорошо, молчим. Хорошо, молчим. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не мешайте. Я занимаюсь самопрофилактикой, поэтому загорелым. Обращайте за консультацией. Обратимся. Если у кого не получилось скачать, напишите в чате. Пока не считайте, пока только ответьте. Потом будем обсуждать, как считать. Думаю, закончили броню с броней. Хорошо. Если закончили, поставьте знак «плюс», чтобы мы ориентировались в ситуации. Окей, отлично. Значит, большинство уже ответили. Хорошо. Сейчас смотрим внизу таблицы. У нас есть система обработки результата. Ключ к обработке. Смотрим к эмоциональному истощению. Относятся ответы на пункты 1, 2, 3, 6, 8. Сейчас давайте вы отведите кружками. Я вам буду зачитывать номера пунктов. Пока кружками. Обведите 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. Вот эти. Сейчас смотрите. Там сверху написано, если никогда, это будет 0 баллов. Если очень редко – 1, если редко – 2, иногда – 3, часто – 4, очень часто – 5, каждый день – 6. Количество баллов. Да. Посчитайте, сколько у вас получилось в тех строках, которые вы отвели кружками, номера баллов. Именно по этим пунктам. Еще раз повторяю. Вот именно там в системе обработки указаны, какие пункты относятся к первой, так называемой, шкале. Шкале эмоционального истощения. Для того, чтобы легче было обрабатывать, мы выделяем кружком эти пункты и посчитываем в баллах. А баллы указаны ниже там шкалы оценивания. Никогда, очень редко, редко, там 0, 1, 2, 3, 5, 6. Ну, посчитайте, сколько по этой шкале вы набрали баллов. Максимальное количество – 54 балла. Мы впервые в таком плане экспериментируем. Будем надеяться, что эксперимент не будет блинкомом. Если вы это сделали, поставьте знак «плюс», чтобы понимали, что мы вместе двигаемся. Окей, уже есть положительные результаты в этом плане. Есть кто не успел? Если кто не успел, в чате минус поставьте. Хорошо. Ольга Николаевна, поджидаем вас. Хорошо, немножко поджидаем, чтобы одновременно все шли. Мы долго думали включать, не включать эту позицию, но захотелось, чтобы вы какие-то данные получили о себе. Да. Вон у нас наша Аня Павлова пишет, что «Все мы похожи с синдромом». Видимо, да. Но только в какой степени – это вопрос. Надежда Николаевна, не мешайте. Не мешаю. Я сопровождаю. Я сопровождаю. Потом будем обсуждать результаты, будем реагировать. Ну, точно посчитали, Брун. Ну, окей. Сейчас тогда переходим к второй шкале. Можем другим цветом выделить, подкрасить и так далее. Пункты следующие. 5, 10, 11, 15, 22. 5, 10, 11, 15, 22. Аналогично посчитайте сумму баллов и себе запишите. Это относится к шкале, так называемой, деперсонализации. Потом прочитайте про эти шкалы, мы их будем характеризовать по ходу разговора и так далее. Вы будете подглядывать свои цифры, ну, и какую-то информацию получать о собственном состоянии. То есть вторая шкала – деперсонализация. Отлично, Людмила Михайловна, пока ждем. Кто сделал, раньше может посмотреть, какие пункты относятся к шкале редукции личных достижений. Их тоже как-то выделить или они уже остались невыделенными и тоже посчитать количество баллов. Так мы должны получить показатели по трем шкалам. У кого есть время, можете посмотреть интерпретацию. Расшифровку этих шкал внизу в текстовом формате. И потом посчитаем интегральный показатель психического здоровья. Сегодня доктор Айсмонтас у всех измерит величину синдрома эмоционального выгорания. Надежда Николаевна, вы обещали, не хулиганить. Профессиональная деформация, извините. Ну, то есть жертва профессиональной деформации, да? Да. Хорошо. Кто получил три показателя, да, по каждой шкале по одному, поставьте цифру 1. О, вижу, Людмила Петровна, мы с... Людмила Петровна Баржурко, мы ваш вопрос, как предотвратить, знаем. Хорошо. Уже большинство, наверное, да, получили. Окей. Сейчас на этом уровне обратите внимание. Чем у вас более... Ну, посмотрите таблицу интерпретации ниже. Таблица НОР. Чем у вас более высокие показатели в цифровом варианте по 1-2 шкале психоэмоционального истощения и деперсонализации, тем, как вы догадываетесь, хуже у вас со здоровьем. То есть у вас более высокий уровень выгорания по этим аспектам. Чем у вас выше показатели по 3-й шкале, редукция личных достижений, то у вас лучше со здоровьем. Чем больше показателей, тем лучше со здоровьем. Третье наоборот. Третье наоборот, да. Если первые 2, чем больше цифровой показатель, да, видите, максимальное возможное количество баллов. По 1-й шкале 54 балла, по 2-й 30 баллов. Вот. Чем выше этот показатель, тем хуже со здоровьем. Третий показатель по редукции личных достижений. Чем он выше, тем у вас со здоровьем лучше. Потом можете вникнуть, посмотреть сами опросники, да, и посмотреть эти вопросы, которые там включены. Хорошо. Давайте сейчас по психическому выгоранию получим показатель. Что для этого нужно? Давайте сделаем первый шаг. По 3-й шкале редукция личных достижений. Из 48 отнимите тот балл, который вы получили. Там, видите, все наоборот, переворачивается. Из 48 отнимите тот балл, который вы получили. И сейчас суммируйте все по 1-й, 2-й и такой редуцированный показатель по 3-й шкале. То есть по 3-й шкале из-за того, что там перевернуты, да, варианты ответов и так далее, там нужно из 48 отнять тот балл, который вы получили. Результаты первых двух шкал складываем, да, суммируем. И 3-й редуцированный показатель этот получаем. А 3-й, 48 минус ваша цифра, и вот то, что остается, прибавить к 2-м первым. Ну и чем выше этот показатель, тем хуже со здоровьем. Ну, по данной методике. От 0 до, Бронюс Броневич, озвучьте, от 0 до скольки не страшно? До скольки уже страшно? Ну вот смотрите, 0,23, крайне низкие, низкие значения 24,49 вот в этом рубеже, да. Вот, наверное, чем левее, тем лучше. Чем правее мы находимся, тем посложнее с нашим здоровьем. Чем выше балл? Значит, надо задумываться, да. Вот этот интегральный показатель, то есть, первое, по шкалам, по первым двум шкалам, психоэмоциональному истощению, деперсонализации, чем больше балл, тем хуже. Рубеж, видите, по первой шкале 54, а по второй 30. Чем мы приближаемся к этим крайним правым показателям, тем хуже. Третье, это наоборот. Чем ниже показатель, чем больше показатель, тем лучше. Там, тем хуже, здесь, тем лучше. Когда интегральный показатель мы посчитываем, мы по третьей шкале с 48 баллов отнимаем то, что мы получили, вот, и суммируем все три шкала и получаем показатель интегральный. Ну, вот, чем он выше, ближе к 132, тем быстрее надо бросать работу и заниматься самореабилитацией. Стоп, стоп, стоп. Ничего не бросаем, Вроник Броневич. Ничего не бросаем, ничего не пугаемся, ничего не боимся. Мы определились, посмотрели, что у нас есть, а теперь пойдем осознанным путем. Если человек знает, значит он вооружен. Вы на правильном пути, то есть нам надо дальше углублять свое понимание, в чем суть этого состояния, правильно? Вот, а на следующей неделе будем смотреть, как бороться с этим, как преодолевать проблемы и трудности и так далее. И так каждый из нас имеет некоторую информацию о себе, может быть, она такая условно, это ради Бога. Потом можете внимательно на досуге посмотреть эти вопросы, которые характеризуют разные аспекты нашей жизни, соотнестись с этими шкалами, да, посмотреть, к каким шкалам это относится, посмотреть, то есть будет пища для размышления, да, вот, над чем, может быть, стоит работать и так далее. И дальше мы будем уже сейчас обсуждать некоторые характеристики и причины возникновения, чтобы понять на будущее, что с этим делать, правильно, Надежда Николаевна? Правильно, идем, идем дальше. Хорошо, сейчас, итак, для кого наиболее характерны такие, ну, можно сказать, заболевания, да, отклонения или проблемы психического здоровья, да? Не секрет, для этого профессии помогающих, да, профессии, что больше всего подвержены выгоранию, это педагоги, психологи, социальные работники, медики, правильно, и так далее. А еще хочу добавить, что очень подвержены выгоранию управленцы, а администрация страдает этим наравне со всеми остальными в перечисленном ряду. Управлять очень сложно. Я специально посмотрю, что характерно для профессии человек-человек. Как вы видите, помогающие профессии, это не с компьютером работающий, да, а человек-человек, да, и, естественно, специфика вот этих профессий, это специалисты этих профессий подвержены именно выгоранию. Прежде всего, это умение слушать и выслушивать других, правильно? При работе с другими, особенно с проблемными, там, иногда, можно сказать, трудными людьми, с людьми с проблемами здоровья или с учащимися и так далее, это требуется повышенная эмоциональность, повышенная отдача, эмпатия, да. Вот, мы должны не просто прослушать его, но должны вникнуть к вопросу. Ну, я про себя думаю, когда перед мною, там, колясочник-студент с инвалидностью, вот, я совершенно по-другому, скорее, буду реагировать, чем условно-здоровый. Условно-здоровому я могу сказать, ну, ты лентяй, ты не хочешь, там, учиться, вникать и так далее. Вот, для колясочника, естественно, много чего может быть недоступно, я должен его понять, постараться по максимуму помочь, ну, и так далее. Или, когда мы работаем, кстати, некоторые из вас писали в регистрационной форме, что интересует особенности работы с людьми с инвалидностью и так далее, в этом мы где-то уже и собаку съели, и много чего знаем, вот, но больше всего еще, больше, наверное, и не знаем. И вот эта работа именно в контексте человек-человек, это требует, естественно, другого уровня внимания. Ну, допустим, если взяем педагогическую работу, несмотря на то, что мы про педагогическую можем вообще отдельно обсуждать, и немало педагогов у нас зарегистрировалось. У нас специальный слайд есть даже для этого. Ну, это мы скажем, да, что в педагогической деятельности, действительно, ведь, если смотреть, мы как педагоги работаем, да, вот, стоим перед аудиторией, и переключение внимания, сколько нужно учитывать одновременно, учащих себя видит, в поле зрения держат, умеет отреагировать, умеет выслушать, умеет, там, дальше разговорить этого учащегося, да, это вот, это переключение внимания, это, естественно, это энергия. Моментальная реакция, причем, Бронис Броневич, должна быть положительная реакция, да, на любое, на любое выдвижение с другой стороны мы должны отвечать, во всех перечисленных профессиях мы должны отвечать с позитивом и гасить, гасить. Почему? Очень многие задали вопрос, как же так, психологи и выгорание. Юрий Вагин говорит, ну, я вот профессионал, поэтому я не выгораю. Юрий Вагин говорит, ну, я не выгораю, уже нет. Юрий Вагин говорит, ну, я вот начинающие психологи, да, которые не умеют саморегуляции, в этом плане достаточно эффективно работают, они полностью погружаются в проблему, со-переживают, со-страдают, и этим отдают энергию, и без конца, и это без конца не может продолжаться, и, следовательно, у него возникает, начинают у самого возникать проблемы дефицита энергии, ну, и тому подобное. То есть нужно способность сопереживать партнеру, да, там, когда работаем с другими людьми, наблюдательность. Это энергетические затраты, естественно, это приводит к определенной усталости. Поэтому, если взять характеристики профессии человек-человек, то уже очевидно, что они требуют других энергетических затрат, другого внимания, другого слушания, другой эмпатии по сравнению человек-техника и так далее. Надежда, вы что-то хотели сказать? Как бы мы ни закрывались, как бы мы ни применяли, да, технику защиты, она есть, и чем сильнее мы её разработаем, тем лучше. Об этом мы будем говорить обязательно. Но, тем не менее, даже то, что мы покачиваем головой, то, что мы смотрим в глаза, то, что мы говорим, да, я вас понимаю, уже идёт отдача и обмен энергий сильнейший. И отсюда мы, конечно, пытаемся... Удача нашего клиента, как психолог, когда я работаю, это, конечно, то, насколько я вкладываюсь. Извините, но это правда. Вот наша магистрантка Наталья Владимировна Жукова пишет в чате, что уважительно, корректно, но без теплоты. Почему плохо, если с кем-то не совладаешь по стилю, ценностям и так далее? Всё должно быть в меру. Безусловно, вот, допустим, когда мы работаем со студентами, со студентами с инвалидностью, они очень хорошо чувствуют других людей. И вот это личностные качества, доброты, доброжелательности выходят на первый план. И не всегда может быть твой профессионалист в области знаний, а именно твоё доброе отношение, твоя эмпатия и так далее. Но бесконечно это тоже мы, не бесконечный ресурс, правильно? У нас тоже свои энергетические садраты не бесконечны. Поэтому, скорее всего, это надо уметь как бы дозировать или с добрым, хорошим отношением надо понимать, что это не бесконечный в плане энергетических ресурсов и требует, мы должны уметь заниматься саморегуляцией в этом плане. Да, Надежда? Совершенно верно. И здесь на нас иногда, вот здесь маленький плюс профессиональной деформации. Я привыкаю к этим людям. Я понимаю, что у этого нет руки, у этого нет ноги. Да, ну я грубо сейчас говорю, но тем не менее это понятно. И поэтому я привыкаю, и вот эта профессиональная моя деформация иногда срабатывает на меня. Но не должно быть так в полной мере. Мы не должны быть закрыты в коконе. И вот эта ходьба по лезвию бритвы, когда мы не можем, точка бифуркации, мы ее должны держать. Не свалиться ни вправо, ни влево. Да, Бронис Броневич? Ну, вот смотрите, если вы сами сгорите, и вы будете несчастливы в этой жизни, если у вас будут проблемы психического здоровья, вы что, сможете оказывать качественную помощь для других? Конечно, нет. И поэтому мы говорим о сильнейшей защите, которую мы, как преподаватели, как социальные работники, как управленцы выставляем. И должны этому учиться, извините, конечно, со школы. Вот мы, вот смотрите, Надежда Николаевна, мы должны это осознавать, мы это должны понимать. Мы, если, допустим, да, мы погружаемся полностью во всю эту проблему, как мы, допустим, делали с людьми с инвалидностью, студентов, и не дорожа собственным здоровьем, мы сами чуть не становимся инвалидами. А что от этого лучше становится? Мы сами становимся несчастны в этой жизни. У нас возникают серьезные проблемы. Мы ведь не можем оказать грамотную консультацию, помощь для тех, кто нуждается, может быть, в нашей поддержке. Поэтому это очень важно все это осознавать, понимать и как бы не тонуть в этом. Время остановить и вовремя тормознуть и держаться на том уровне равновесия, да, когда я сама себя сохраняю и в то же время могу себя дарить, свою профессиональную помощь могу давать людям. Ну и нередко бывает, что человек, работающий там с социально уязвимыми группами людей, да, вот он полностью считает нужно полностью все отдать свое, там всю свою энергию и так далее. Ну, вначале, может быть, это и получится, но мы не железки. Раньше или позже наш организм будет объявлять запастовки на биологическом уровне и так далее, и на психическом уровне. И это хорошему не приведет. Не нужно жертвовать собственной жизнью. Надо беречь собственную жизнь. Если не будет собственной жизни, извините, мы не сможем оказать квалифицированную помощь для других, правильно? Поэтому мы работники в социальной сфере, отдавая душу, помогая другим, должны понимать, что у нас ресурсы не бесконечные, что мы не железки. И надо как-то уметь заниматься саморегуляцией, понимать механизмы саморегуляции, тому подобное, чтобы самим не стать жертвами. А, кстати, среди уязвимых, социально уязвимых групп бывают люди, которые как вампиры. И не только в принципе, бывают очень тяжелые люди, которые как вампиры у вас забирают вашу энергию. И вы подаетесь их провокаций. Есть, которые вас очень манипулируют и так далее. Мы будем говорить причины возникновения еще по данному поводу. Но как бы здесь не надо стать жертвами вампиров, жертвами манипуляторов. Я вижу, что вы мне на часы показываете. Я думаю, что мы где-то там по второго тоже не ложимся и так далее. Однозначно, точно не ложимся. Потому что нам надо понять, какие-то важные причины и так далее. Анна как раз пишет, каждый несет свой рюкзак, но нужно тащить чужой. Надолго ли хватит, правильно? Но потом мы и свой рюкзак не потащим, правильно? Не нужно жертвовать собственной жизнью. Бронис Броневич, я думаю, что те люди, которые сегодня пришли к нам, это уже осознали. Именно поэтому они среагировали на наше название. Поэтому давайте-ка посмотрим, а что же все-таки происходит. Вот говорят, да? Я нормальный, все остальные выгорели. Ну окей. Существуют как бы разные точки зрения, что такое СФ. Нет, как всегда, однозначно в определении и тому подобное. Часто под синдромом эмоционального выгорания понимают физическое, эмоциональное, когнитивное истощение. Физическое, эмоциональное, когнитивное истощение под влиянием длительных стрессов, стрессов, возникающих из-за организации деятельности, неправильной организации, планирования организации, часто деятельности и так далее. Ну и, как правило, мы смотрим профессиональные деятельности. Да. Стресс, наложенный на стресс, это дистресс, и это уже сразу идет в соматику. Все болезни от нервов, это правильная формулировка? Кстати, кратковременный стресс, он иногда полезен. Кратковременный стресс. Вот я сегодня испытала кратковременный стресс. Ну да, когда у вас звук не включался, правильно? Вот. Но вы создали стресс для другого человека, именно для меня в данном случае. Бронис Броневич, приношу свои извинения, да. Окей. Вот. То есть, смотрите, это физическое, эмоциональное, когнитивное истощение под влиянием долговременных стрессов. Если человек долгое время испытывает стрессы, уживет в этих определенных условиях, где, условно, это происходит истощение. И от этого страдают окружающие его люди. Вам пример. Ну, хорошо. Вот смотрите, если руководитель дурак, выгоревший, извините, он своих подчиненных приводит к ситуации выгорания. Очень бережет. Очень бережет. Да, да, да. Он очень бережет и так далее. У вас, наверное, большой опыт с такими руководителями и так далее. Да, Надежда Николаевна. Вот если руководитель дурак, и он выгоревший, или манипулятор и так далее, и сегодня будем немножко говорить об этом, то, безусловно, это есть большие возможности самим сгореть под руководством таких руководителей. Правильно? Это да. И дальше. Вот вы вставили этот слайд, вот вы комментируете, Надежда Николаевна. Вы знаете, человек самое эмоциональное существо в мире. Самое. И поэтому всё, что проходит мимо, ну, даже если сейчас будет шуметь машина за окном, это меня будет раздражать. Эмоциональная реакция. И поэтому первое, что идёт костёр, это, конечно, наши эмоции. И сильные эмоции на сильные эмоции в результате перекрываются, и эмоции съёживаются вот так, да, скрываются, скрючиваются. И я становлюсь или истерически эмоциональной, или, наоборот, аэмоциональной. Абсолютно не проявляю никак. А, да, это плохо. Умер? Ну, да, хорошо. Ну, извините, ну, нехорошо, ну, что делать? Вот так, всё, пошёл дальше. Проявление? Да, дальше можно. Это всё об эмоциях. То есть, как мы и говорили, что это утрата эмоциональной, когнитивной, физической энергии, да, вот, под влиянием длительных стрессов. Здесь необходимо отметить, что это такое комплексное влияние на человека. Это происходит не только с физическим там истощением, но происходит деформация личности. Это, по большому счёту, отдельный разговор о деформации личности, взаимосвязи, синдром эмоционального выгорания и профессиональной деформации. Поэтому нужно понимать, что от такого сперва вот физического истощения там, да, и познавательного, когнитивного, шаг со шагом разрушается организм, разрушаются многие стороны жизни человека, правильно? Руку поднимали, что-то хотели сказать, Надежда? Вы знаете, на самом деле очень важно, то, в каком микроколлективе мы находимся дома, да, есть личностное, если мы будем делить, то, да, есть ещё понятие «я дома», моё личное, и «я работа» вот там, за стенами. И поэтому очень важно, какой психологический климат внутри у меня, если я только в семье отрываюсь, выливаюсь, на работе зайка, всё выполняю, или наоборот, на работе я зверь, а дома всё хорошо, то это хотя бы происходит какой-то выплеск. А если везде со знаком минус? Мы не думали о таком варианте? А если и здесь минус, и там минус? Я не могу с ними себя снять с пиджаком, приходя с работы, свою работу. А вот это неправильно, это надо делать. Мы должны снимать, почему есть понятие «рабочая одежда домашняя», да, таким образом, хотя бы внешне, мы даже меняемся, мы другие. Я сменил свою маску, я меняю своё лицо, я сегодня здесь такая. Итак, ещё раз обращаем внимание, что стрессы в профессиональной деятельности, на работе, они приводят не только к профессиональной деформации, но они приводят к личностной деформации, разрушению жизни человека, его семьи и так далее, и переходит к психосоматику, и это очень опасно. И получается, что мы сами себя наказываем из-за того, что мы не понимаем этого или не учитываем, мы фанатики этого и так далее. Вот в чём проявляется синдром эмоционального выгорания. То, что раньше или позже возникает чувство безразличия к тому, что мы делаем на профессиональной деятельности. Если сперва у нас было огромное желание что-то делать, творить и так далее, то поэтапно накапливается усталость, и у нас уже становится безразлично к тому, что мы делаем. Кстати, среди управленцев мы нередко замечаем, да, что кажется, мы делаем интересное дело, они делают вид, что они не замечают или они вообще не замечают, да. У них отношение к нам, к нашей деятельности играет огромное значение. Если мы не видим положительное подкрепление, положительного отношения, видим только безразличие, да, вот, то, безусловно, это и тормозит нашу деятельность, наше самочувствие, нашу активность и так далее. То есть, тот, который начинает выгорать, у него возникает чувство безразличия к другой боли, к другой деятельности, к своим подчиненным. Вот, наступает признак эмоционального истощения, когда человек старается избегать контактов, он не выражает своих эмоций, он старается минимизировать свои эмоциональные выражения и так далее. Мы понимаем, что в профессии человек-человек очень много что передается на эмоциональном уровне, не только вот словесном, но и эмоциональном уровне. Они уже изгоревшие в эмоциональном плане пытаются экономить собственные, уже энергетически оставшиеся ресурсы, да, эмоциональные. И поэтому они становятся, ну, как бы, неинтересны, они выражают собственных эмоций на лице маска. Они научаются надевать маску, и они учатся быть не самими собой, неестественными, они ходят с масками. Ну, и так далее, их вся жизнь превращается в измену маска. У них дома в шкафу много масок, идут на похороны, надевают одну маску, идут к родным и близким, надевают вторую маску. Маска экономит их силы и так далее, они становятся манипуляторами, вот, ну и тому подобное. Безусловно, что это и дегуманизация отношений. Он не оценивает труд других людей, не считает жизнь, работу другого человека за его успех, не радует его успехами, осложняется отношение конфликтами, создает конфликты, обесценивает труд других людей, да, вот, ну и так далее. Ну и негативное самовосприятие в профессиональном плане, да, то есть он уже начинает негативно оценивать собственные успехи, вне проблемы с самооценкой профессиональной деятельности, думает, ну, наверное, я не способен, я не смогу достичь и так далее. То есть вот такая редукция его и достижений, это как раз показывает признаки синдрома эмоционального выгорания, да. Когда сам себе человек ставит определенный потолок, вот я здесь уже не прыгну по многим показателям, и поэтому мне это не надо, и я это, собственно, и не хочу, и вот это как раз говорит о том, что что-то не так в датском королевстве. Если мне не хочется сделать еще вот это получше, мне кажется, что я и так не очень хороша по многим показателям. Ну окей, все это ведь приводит к профессиональной деформации, к разочарованию своей профессиональной деятельности, да, извините, я пять лет осваивал там профессию или 4 плюс 2, да, готовился к профессиональной деятельности, столько я туда вложил сил. И такие у меня были большие надежды, и столько я туда уже в профессиональной сфере вложил. И извините, в один момент наступает кризис профессиональной деятельности, обесценивание своей непонимания, что делать. Кстати, нередко в такой ситуации приходят изучать психологию, потому что ищут ответы на возникшие вопросы. То есть углубляются какие-то психологические аспекты собственной жизни. Ну, наверное, одна из главных проблем нашей жизни – это найти себя в этой жизни, правильно? Вот, с помощью психологических знаний пытаются найти себя в этой жизни. Поэтому можно выделить три основные составляющие синдрома эмоционального выгорания, которых уже… С психического даже уже выгорания на уровне психики. Да, да. Это эмоциональное истощение, как опустошенность, желание избегать каких-то контактов, проявлять свою энергию и так далее. Это деперсонализация, как циничное отношение к другим. Вы знаете, как я в своей деятельности ощутил, когда был в очередной стадии выгорания, во время гранта, я мог что-то грубо сказать сотруднику, как-то голос поднять на сотрудника. Я это сам ощущал, что я неправильно поступаю. Но, допустим, когда подходил иногда один сотрудник, который постоянно вызывал негативные ощущения, я чувствовал, что я могу там громко, негативно что-то сказать. Я видел, что это вот у меня тоже проявляется, да, не столь уважительное отношение. Но это результат был уже предыдущей всего выгорания. Ну, естественно, что редукция ваших профессиональных достижений, если вы радовались тому, что создали там факультет или там что-то интересное сделали, разработали программу обучения студентов с инвалидностью, и вдруг проходит такой облом, проходит уже обесценивание, уже неинтересны твои достижения. То, что ты годами шел, 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 делал, 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 не спал по ночам, да, радовался этим успехам, да, и в один момент все это рушится, и ты понимаешь, что это уже тебе неинтересно. Вы знаете, как это непросто. Вот, кстати, у нас есть Надежда Николаевна и одна подруга, вот, которая работает в университете, и она уже пенсионного возраста. Это, кстати, для представителей интеллектуальной сферы, это очень важная проблема. Вот смотрите, мы, там, кандидаты доктора наук, там, стремились-стремились, писали диссертации, повышали хирша и так далее. На самом деле она успешный доктор наук, она великолепный лектор, все отлично. Но вы знаете, самое главное в ее звонке, это опередить ее и сказать, у меня все плохо, тогда она не будет говорить дальше. А так все плохо, солнце светит плохо, дождь идет плохо, на работу плохо, с работы плохо. Ну вот мы пытаемся ей помочь, кстати, вот это, наверное, типичная проблема для вузовских преподавателей, которые, да, гроба пытаются стоять перед аудиторией и вещать, как считают, умное и вечное, да, вот, они пытаются, им трудно отказаться от своей профессиональной деятельности, потому что он всю жизнь к этому шел, писал диссертации, и он не жил собственной жизнью. Он жил для того, чтобы работать в вузе, в университете, он жертвовал собственной жизнью. И на старости лет он начинает понимать, что он не жил своей жизнью, что у него не было личной жизни, он не ходил на концерты, он не радовался природе, он не видел яркого солнца, он не чувствовал ветерка в лесу, он не лежал на травке. Доктор, педнаук, представьте, лежит на траве и смотрит в солнце, но это считает, что... Ну, кстати, здесь это отдельный разговор, есть поколение XYZ, Z с 80-х годов, это отдельный разговор, да, это вот часто поколение X, которое считает, что они чуть не всю жизнь должны проработать в одной организации. Если он 50 лет проработал, то ему аплодисменты, молодец, тебе ставят памятник. Правда, никто памятник не ставит, он уйдет, завтра его успешно забудут, и не факт, что завтра еще положительно отзовутся, ну и так далее. Да, Надежда, я молчу. На самом деле, Бронюс Броневич, это, конечно, Витя эмоционально выплеснул все о нас, но это касается каждого из присутствующих, и даже тех студентов, которых я вижу здесь присутствуют. Вы понимаете, мы себя встраиваем, вот мы себя приходим в монастырь, мы приходим в чужой монастырь, со своим уставом не ходят, и поэтому мы себя встраиваем в ту форму, в которую приходим. Не важно, администрация, центр занятости населения, я пришла учиться в ВУЗ, не важно, процент выгорания у школьников и у студентов сейчас очень высок. Вот в чем главная засада. Так вот, мы себя встраиваем в эту форму и боимся колыхнуться в этой форме. Все. Или я, если буду играть, правила своей игры меня выбросят, так у нас прописано в голове, или я должен подчиниться. Но вот здесь мы с вами как раз и попробуем найти то жемчужное зерно, когда, как сохранить ту работу, в которой я хочу остаться, и как радостно и счастливо заканчивать ее в то время, когда она закончилась. Бронис Броневич, а когда у нас с вами вчера закончилась работа на кафедре, и у нас было 25 человек? Скажать вам честно, в 0.30, а? В 0.30? Ну, без 3.12 где-то условно. Это, ну, в принципе, мы... А, без 3.12. Хорошо. Но, в принципе, то, что мы делали, это нам нравится, мы обсуждали, мы понимали, это важно. Очень важно то, что ты делаешь, чтобы тебе это приносило удовольствие, удовлетворение того, что делаешь. Если этого не будет, ничего не получится. Кстати, вы затронули подростков, да? Нередко, когда обсуждают проблему подростков, говорят, там, школьный уровень обучения, то жизнь до ЕГЭ и жизнь после ЕГЭ. Вот. То есть очень много стресса выгорания происходит, когда они готовятся к ЕГЭ, когда в школе их пугают, вы не сдадите ЕГЭ. Все понимают, что, да, по результатам ЕГЭ будут судить об эффективности деятельности педагога. Поэтому каждый педагог, который проходит, проводит детей по ЕГЭ, или не ЕГЭ, переживает, пугает детей, вот детей стрессы возникают, происходит истощение и так далее. Что происходит с их здоровьем из-за вот этого людоедства с ЕГЭ, да, это что-то. И все равно его не отменяют. И так далее. Знаете, как, не будем сейчас обсуждать это ЕГЭ, наверное, есть свои плюсы, свои минусы, но мы встречаемся в том, что наша хорошая идея очень часто имеет отвратительную реализацию. Идея неплохая, но реализация отвратительная. Наверное, получается что-то с ЕГЭ наподобие. Ну, кстати, то, что у молодых людей, это тоже возникает в образовательном процессе. Ну, со студентами я особенно не сталкивался. Вот, там, отдельная проблема со студентами, с их мотивацией к учебе и тому подобное. Но все школьники подвержены ОГЭ и ЕГЭ, правильно? И вот это очень изматывает их организм. Я хочу сказать, что школа это особый организм, и всем, кто Горано, очень много у нас есть. Все, кто присутствуют, учителя, представители, да, Горано, мы обязательно проведем направленную на учителей. Боже, а учителя-то как выгорают, не говоря уже, это ученики тоже. Так вот, у нас есть модель баланса Бронюс Броневич. Окей, хорошо. Я предложу это включить, и я отвечаю за этот рисунок. Хорошо. Эксистенциальной психотерапии, Пизешкиян, автор этого, есть последний, очень интересное направление. Про вопросы эксистенциального характера, наверное, будем обсуждать, когда будем обсуждать вопросы реабилитационной работы, профилактической работы. Да, я с самого начала, я где-то сказал, что надо бежать с работы. Надежда Николаевна говорит, нет, нет, не бежите пока, подождите. Вот, но что-то надо делать с работы, иногда, наверное, отказываться, надо пересмысливать свои ценности, надо прерогативы ценностей переставлять, да, там, пересматривать эти ценности, что для нас важнее, да. Работа, мы живем для работы, вот, или мы работаем, чтобы жить, да, или нередко бывает, что мы живем, чтобы работать. А не работаем, чтобы жить. Так вот, мне очень нравится эта схема модели баланса. Вы себе тоже ее можете на листочке нарисовать и походить с этой схемой. Она будет предметом нашего обсуждения в следующий раз и очень много дает размышлений. То есть, я предложил рассмотреть четыре стороны нашей жизни. Это то, что связано с нашим телом, биологической основой нашей идеи, нашей жизни. Это режим сна, питание, спорт, отношение к своему телу, ощущение и так далее. Это вторая сфера, это безусловно, это наша деятельность, это наши профессиональные достижения, это наше образование, это наша профессиональная карьера и так далее. Вот, контакты, это отношения с родными и близкими, общение с ними, вот и так далее. И смысловые аспекты, это наши цели, грезы, фантазии, фантазии, мечты и так далее. Ну, по мнению ученого, между этими четырьмя компонентами должен быть баланс, то есть не должно быть искажений. Наверное, согласитесь, что любая диспропорция к хорошему не приводит. Любая диспропорция раньше или позже даст о себе знать. И в хорошем смысле слова. Что мы видим в нашей деятельности? Вот что в наши профессиональные достижения идут большая часть сил. Мы строим свою профессиональную карьеру, мы учимся в ВУЗе, потом начинаем простраивать профессиональную карьеру. Мы с утра до вечера вкалываем, и не только, чтобы и денег заработать, но и для того, чтобы иметь профессиональное будущее и тому подобное. И благодаря, в кавычках, этому, мы портим отношения с родными и близкими. У нас портятся отношения с детьми, у нас некогда детьми заниматься, да, нам нужно больше денег, нам нужно больше славы, нам нужно больше материального и так далее. Мы не понимаем, что за это нам придется раньше или позже расплачиваться. Бесследно просто так ничего не бывает. Вот, следовательно, мы жертвуем отношениями, у нас нет времени поехать к родным и близким на дни рождения, к маме и папе поздравить с днем мамы, там, с 8 марта, у нас дел много. Ну, я знаю по себе тоже, когда хотелось поехать к родным, нет, мне нужно статью написать, мне нужно пособие написать, мне это нужно сделать. Когда? Выходные, отпускные, да, летом, август, когда все спят, отдыхают, вот единственное время больше сосредоточиться и так далее. Естественно, что мы всегда тогда жертвуем отношениями. Безусловно, это жертвуем собственным здоровьем. Посмотрите, как получается, да, посмотрите. Неправильное питание. Правильно, мы не занимаемся, у нас некогда пойти в аквапарк, вот, и позаниматься, собственно, фитнес, да, там, пойти на природу, подышать свежим воздухом, поощутить новые приятные ощущения, ну и так далее. Дорогие мои, да, некогда книгу почитать, а так не должно быть, некогда, ребенок, да, подожди, я устала. И вот на будущее, и так далее, да, почитать, сходить в кино. Ну, если сегодня мы спросим своих коллег тоже, своих преподавателей, а когда они были в кинопеатре, а какой фильм они последний раз смотрели, да, вот, а что они для своей души сделали, да, кроме коэффициента хиршек, кроме новых публикаций. Кроме новых учебных программ и так далее, они своей жизнью, своей душой не занимались. Естественно, что... Не будем спрашивать сегодня, не будем, Бронис Броневич, сегодня не будем. Не будем спасения делорук самих утопающих, правильно? Вот, кто хочет восподнимать. Да, есть две таблички, да, есть две надписи обычно. Вход воспрещен, да, есть такая надпись, а есть выхода нет. Вот, кто какую выбирает, вы знаете, мы все-таки склоняемся к тому, что лучше вход пусть будет воспрещен, чем выхода нет. Если мы пойдем таким путем, только будем думать о работе, своих достижениях, то выхода у нас будет никакого. Ну, окей, да, и не исключено, что есть люди, которые манипулируют даже здоровьем, там, уходят в здоровье, делают акцент именно на этот аспект. Вот, я уже говорил, что большая часть людей уходит в профессиональные достижения. И, кстати, в плане эмоционального выгорания нужно разделять две группы людей. Это, которые занимаются интеллектуальным трудом и продают свои интеллектуальные способности. И, безусловно, они над этими способностями постоянно занимаются и днем, и ночью, и выходные, и так далее. И те, которые продают физическую силу, которые занимаются физическим трудом, правильно? Здесь есть явные отличия, но, может быть, в следующий раз мы это обсудим, потому что... Но выгорание все равно будет бронезоним. Да, выгорание будет, но она будет иметь свою специфику. Специфика, да. Да, там не будет столько когнитивное выгорание, правильное, эмоциональное, может быть, физическое, вот, ну и так далее. Кто-то уходит в отношения и там тонет, ну, может быть, не таких много по сравнению с предыдущей, но кто-то вообще уходит в другой мир, йогой занимается, фантазиями, смыслами жизни и тому подобное. Вот, безусловно, что все это связано с профессиональной деформацией, не только педагогов, любых профессий, помогающих и тому подобное. Вот, я думаю, что по поводу профессиональной деформации мы можем потом отдельно, мне хочется еще обозначить некоторые причины, да. То есть, то, что мы говорили, что можно выделить это три аспекта, снижение самооценки, то, что выражается беспомощности. Кстати, формируется так феномен, есть выученная беспомощность. Когда человек негативно реагирует, он не пытается даже преодолеть трудности. Ну, это, в принципе, отдельный разговор, мы можем тоже пообсуждать проблему выученной беспомощности, потому что дети сегодня с этими сложностями, ЕГЭ и так далее, нередко падают в область выученной беспомощности. И взрослые люди тоже складывают лапки и дальше не хотят ни бороться за свою жизнь. Они считают, что это дело безнадежно, нужно как-то прожить сегодняшний день и тому подобное. Это вот благодаря, в кавычках, комплексу беспомощности. И еще вариант, подумайте, бабушка или дедушка, которые сидят за компьютером и которые живут там, в этом мире. Это не только столичные крупные города. Это и там, в глубинке уже это тоже нас поражает. Это как раз тот вариант, когда я не хочу идти навстречу этому миру. И так возникает чувство одиночества, мы теряем друзей, потому что мы с ним не уделяем внимания. У нас профессиональные достижения – это прерогатива, материальное благополучие – это прерогатива. Пока мы боремся за деньги, за успех, мы теряем друзей, остаемся в горьком одиночестве, а это очень непростое явление. Потом и деньги не нужны, и карьера не нужна, и непонятно, зачем наша жизнь. Это происходит редукция, как мы говорили, наших достижений. И тогда человек на старости лет или даже уже предпенсионном возрасте начинает понимать, что ради чего он жил, ради чего он боролся. Ну и тому подобное. Вот. Давайте сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели некоторые причины. Естественно, есть объективные, есть… Ну, некоторые я просто сейчас несколько обозначу, потом вернемся к вопросам, которые были заданы. По поводу причин, а стадии мы рассмотрим в следующий раз, да, и как бы проанализируем. Естественно, что есть личностные факторы, есть субъективные и есть объективные факторы. Среди субъективных – это, безусловно, наша чувствительность, наша эмоциональность, наша впечатлительность и так далее. Если смотреть на субмонтальность людей, аудиальщики, визуальщики, кинестетики, аудиальщики – это логики, это физики, математики и так далее, представители, естественно, научных направлений. Визуальщики – это, естественно, образники, литераторы, они более впечатлительны, они больше запечатляют, работают образами и так далее, они более эмоциональны. И, естественно, они как больше отдают энергии, так они, естественно, и больше вникают в переживания других людей, и они подвержены в большей степени эмоциональному выгоранию, правильно? Вот. И, естественно, есть объективные, это связано с нашими условиями работы и вот какие причины к этому приводят. Ну, вот первое, на что мне хотелось обратить внимание, что сегодняшнее наше время, оно очень сложное, в связи с тем, что нами, как правило, управляют менеджеры. Вот. За последние, там, четыре, где-то, наверное, года, это явно тенденция отслеживается, что профессионалами пытаются управлять менеджеры, на всех уровнях ставят менеджеры. Менджер. Вот. Менджер – это временщик, он сегодня здесь, завтра там. Человек, который не знает специфику работы. Который не знает. Но он знает, как управлять, но не знает специфику. Он не профессионал. И отсюда вот эти изломы идут все. Вот, смотрите, первое, он не профессионал, как правило, в нашей деятельности. Следовательно, не может с нами вести равноправный разговор, правильно? Он пытается манипулировать нашим поведением. Он придумает разные формы контроля, планы, которыми он может нас давить. То есть, придумается система критериев оценки по формальным показателям, с помощью которых они пытаются, допустим, манипулировать своими сотрудниками и тому подобное. Вот. Естественно, что профессионалу выживать таких условий крайне тяжело. Он переживает, что его труд не оценивается, не воспринимается адекватно и тому подобное. Ему больно, обидно. Он начинает переживать и тому подобное. Вот это общая тенденция, которая, как мне кажется, я могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что в последнее время мы от этого очень сильно страдаем, когда нами управляют менеджеры на всех уровнях. Они придумывают систему критериев эффективности, формального характера и потом мы должны заполнять журналы, разные ведомости. Я помню, у нас в одно время в университете работала комиссия по контролю качества. Вот, менеджмент. И к там приходили проверять документы. То есть они с определенной регулярностью навещали все структурные подразделения и у них была памятка проверки. И они за полтора часа должны были пройтись по всем папкам, есть ли все папки в наличии и так далее. Когда приходили, я говорю, вы не хотите узнать, о чем мы занимаемся, не хотите послушать, говорят, у нас нет времени. Кроме того, я понимаю, что они не понимают, не разбираются в этой сфере. И они начали, так, покажите все папки, все нам готовы, покажите все планы, есть ли все печати, да. Все эти вталкиваются сейчас все бронезбронищики. Причем я и говорю, вот смотрите, я привожу, вот смотрите, вот как бы это сейчас общий стиль управления, да, на всех уровнях, скорее всего, да. Вот, и с чем я столкнулся. И они говорят, так, покажите планы, так, когда утверждены, а печати есть, а согласование ли есть. Ну, умные люди начали говорить, вы знаете, вы можете ничего не делать, главное, чтобы у вас были документы в порядке. Вот, главное, чтобы у вас документы были в порядке, потому что вот так, знаете, как обидно, больно. Вот, кажется, делаешь хорошее дело, там, вкладываешь душу студентов с инвалидностью, делаешь, чтобы их жизнь была более полноценной как-то и так далее. А приходят проверять, никого это не интересует, что ты делаешь, а самое главное, чтобы у тебя были бумаги, все в порядке. Но вот этот, как бы, я думаю, большинство из нас сталкивается с этой ситуацией, и что это приводит к выгоранию. Поэтому, вот смотрите, не случайно мы начали обсуждать этот вопрос. Сегодняшние условия нашей жизни, нашей деятельности очень явно подводят к выгоранию. И поэтому, спасение друг самих утопающих, надо думать, а что с этим делать? Вот, как жить в этих условиях? Ну, вот смотрите, посмотрим, какие организационные условия нашей работы. Ненормированный рабочий день. Кстати, там один из вопросов и было, а что делать, да? То есть, когда мы в 6 вечера не закрываем дверь, если мы закрыли, пришли домой, мы дома доделываем. Но особенно это касается в сфере интеллектуальных услуг. Для преподавателей и так далее, исследователей. То есть, у них ненормированные субботу, воскресенье мы дописываем статьи, мы проверяем работы, мы выходные, праздничные дни доделываем какие-то задачки. Это все знают, Бронис Броневич, те, кто присутствуют, они знают эти проблемы, они общие у нас. Да, и это как бы, надо понимать, что это приводит к выгоранию. Правильно? Ненормированный характер, неумение разделить там, где дома, где я отдыхаю, да, и где работа. Вот, естественно, напряженный рабочий ритм, многозадачность. Одна из характеристик современного состояния, там многозадачность. Нам приходится переключаться одновременно на много различных задач, их решат, удерживают в голове. Там всех партнеров, с кем нужно обсуждать эти задачи, это тоже энергозатраты и так далее. Безусловно, часто неясные задачи, неопределенность этих задач тоже. То есть, часто ставятся задачи, где не указываются способы решения этих задач, и это тоже требует других физических и энергетических затрат. Ну, я думаю, что, Бронис Броневич, вот, уважаемые коллеги, пробегите глазами, и вы увидите, вот даже по левой колонке, да, это понятно, постоянная нагрузка, а условия работы некомфортные, некомфортные. Отсутствие системы четкой, да, выполнение моих заданий и всего. Вот, посмотрите, агрессия и унижение нет уважительности. А что человеку нужно в первую очередь? Ну, конечно, уважительность и признание. Так вот, то, что получается в результате этого, в результате этого всего, мы получаем наш вариант небольшого начинающегося выгорания. И еще, не надо думать, что профессионал – это человек, который, как мы, проработали 30 лет. Да нет, друзья мои, профессионалом человек может стать уже через полгода правильной работы, правильной встроенности в коллектив. И иногда молодой врач, зубной техник, суперспециалист, который проработал полгода, рядом с ним 25 лет работает, а к нему никто не идет. Что это значит? Это значит, что профессионал – это не зависит от количества времени, потраченного на то, что я приобрела, а еще и зависит от моих личностных качеств. И вот здесь причина кроется еще и в том, не только в условиях работы, не только в атмосфере коллектива, а еще и в нас самих. Какая я? И как, с какой целью, с какой мотивацией я прихожу сегодня и сейчас на работу? Да, Броник? Окей, я предлагаю сейчас отреагировать на некоторые реплики, вопросы, да, которые, да, и дальше ставить, обсуждать, продолжать к следующей нашей встрече, да. Вот смотрите, Наталья Георгиевна, наша студентка из Риги, пишет. То есть мы говорим о том, что мы выгораем от внешних условий. Ну, смотрите, безусловно, внешние условия имеют очень сильное влияние, да. Вот, естественно, это сочетается с нашими индивидуальными особенностями, с нашей впечатлительностью, нашей эмоциональностью, нашей эмпатийностью и тому подобное. Естественно, это накладывается. Естественно, что очень сильно и, может быть, где-то определяющие есть, является внешние условия, в которых мы находимся, которые нам создают работодатели. Вот, мы, как бы, мы понимаем эти условия, мы принимаем, или мы сопротивляемся, или мы пытаемся выйти из этой ситуации, как раз мы в следующий раз будем обсуждать, как быть в этой ситуации, если, да, у нас работодатель-манипулятор, вот, который хочет вышить соки полностью с нас и так далее. Не исключено, что надо бежать подальше оттуда. Но внешнее, не забывайте, что внешнее всегда переходит внутреннее. Это невозможно разделить. Мы же не можем поставить заслонку, да, и вот там внешнее, а здесь внутреннее. Оно все взаимосвязано. Внешнее переходит так внутреннее, что мы в результате выгораем, правильно? Естественно, что это через внутренние наши условия, наше эмоциональность, наше отношение, наше отношение к работе, наше отношение к другим и, скорее, наше понимание этой ситуации. Если мы понимаем осознанно эту ситуацию, что происходит с нами в этой ситуации, насколько это влияет на наше здоровье, то мы можем, наверное, по-другому выстраивать отношения с работодателями и так далее. Вот, я думаю, эти вопросы обсуждать попозже, да, в следующий раз. Вот, Анна пишет, мы, но мы же хотим быть нужными, очень нужными, а ради этого нужно поработать в ущерб себе. Вы знаете как? До определенного периода можно поработать в ущерб себе. Вот это где, там, видели модель баланса и переход на профессиональную сферу, наверное, какой-то час нашей жизни, допустим, да, когда мы строим профессиональную карьеру, какое-то время может быть немножко это дисбаланс. Вот, но мы должны понимать, что не может быть бесконечным. Посмотрите, да, посмотрите. Остановиться, что к чему ведет этот дисбаланс, к потере родственных связей, а это одиночество, это потери здоровья, это возникновение болезней. Вот смотрите, пока мы молодые, организм держит еще, но наступает момент, когда организм начинает сдавать сбои. Пока мы молодые, тащим, кажется, ничего страшного, еще поработаю и так далее, но вдруг в один момент организм заявляет за бастовку. Можно сказать, Бронис Братевич? Можно. А я хочу возразить, я против. Вы знаете, это не важно. Вы обещали не возражать. Это не важно, ну, мои обещания, я захотела, я дала, я взяла обратно. Вы знаете, это не важно, мне 60 или вам 20. Но если бывают такие условия, когда мы будем ломаться и когда синдром эмоционального выгорания, а затем уже и личного, психологического, психического, личного может запуститься, этот аппарат может заработать. Так вот, несоответствие между теми, что требованиями, которые смеште к нам предъявляются, моими реальными возможностями и моими специфическими личностными особенностями, когда этот коктейль смешан, Бронис Броневич, хорошо варит кофе и делает коктейли, так вот, когда это всё смешали, в результате получается, извините, невкусно, потому что это неудобоваримо и потому что это всё ведёт, как карандашик, к слому. И вот этот вариант важно не упустить. Именно поэтому надо бить тревогу, именно поэтому надо определять, то, а насколько я, где я, на каком уровне. И самое главное, вы знаете, неважно, сколько вам, 20 или 60, если вы чувствуете угрозу здоровья, ничего дороже здоровья нет, это действительно так, то надо, вот тогда, Бронис Броневич, надо бежать, действительно. Но мы вас научим, как надо предотвратить этот путь. Вот, кстати, Наталья Георгиевна правильно вот задаёт вопрос, что если мы всё же говорим о том, что именно наше мировоззрение, мироощущение, привычки и тому подобное приводят к выгоранию, Наталья Георгиевна, вот смотри. Смотри, а какие привычки? С нами обращаются так, как мы позволяем. Вот, с нами обращаются так, как мы позволяем с нами обращаться. Вот, если мы разрешаем нами манипулировать, нас давит, мы соглашаемся с этим, потом мы болеем, мы горим и так далее, ну, это наше решение. Для этого мы обсуждаем этот вопрос, как выйти из этих ситуаций, правильно, как не разрешать манипулировать нашей жизнью, как не жертвовать собственной жизнью, правильно? Сегодня работодатели очень непростые, вот, и сегодня условия нашей жизни очень непростые, и стоит вопрос о выживании где-то, чуть не прямого смысла, в этих условиях. Поэтому мы как раз и обсуждаем, как сохранить собственную жизнь, как от жизни получить удовлетворение, как жить для собственной жизни, радость в этой жизни. Можно, Бронис, Броневич, чуть-чуть уточнить, не только жизнь, потому что еще и работу, ведь я посмотрю, у нас очень многие из небольших проблемы найти работу сейчас и в Москве, дорогие мои. И поэтому не только жизнь сохраняем, мы еще должны сохранить работу. Так вот, как сделать так, чтобы все работало на нас, вот эта задача, которую мы должны с вами решить, правильно, Бронис, Броневич? Вот, то есть как раз это не все однозначно, не все так просто, правильно, нет однозначных ответов, рекомендаций, как поступать в этой ситуации, потому что здесь много разных факторов. Надо кормить семью, да, вот это нужны какие-то деньги, правильно, вот, то есть много всего. Но главное, как бы, понять какие-то подходы к решению этих проблем. Прежде всего, понимая, что моя жизнь, это моя проблема, что никто за меня не решит моих вопросов. У каждого есть свои вопросы, свои проблемы, и за меня никто их не решит. Я сам должен решать. Но каким образом я буду подходить к их решению? Для этого нужно повышать, естественно, свою компетентность в области психологического здоровья, понимать, что это такое, правильно? Видите, Бритиш документальные фильмы уже начинают создавать, вот, по данной проблеме, вот, под руководством принца Гарри, правильно? Вот, то есть народ начинает понимать, что материальное благополучие это еще не все, что можно быть очень богатым, но очень психологически бедным и проблемным, правильно? Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время, как раз, скорее, на следующей неделе мы определим с техническими возможностями, и, может быть, через неделю в пятницу мы продолжим сегодняшний разговор. Еще раз проговорим про некоторые причины, этапы. Вот, все начинается как с медового месяца, вот, и доходит до кризисных состояний и так далее, психосоматики и насилок и так далее. Вот, вы внимательно посмотрите результаты теста, как раз там вот три эти шкалы были, о которых мы говорили, эмоциональное истощение, да, вот, деперсонализация, когда я начинаю негативно относиться к сотрудникам без уважения и так далее, и обесценивание или редукция собственных достижений. Вот три шкалы, по которым вы получили показатели. Очень полезно прочитать эти вопросы, потому что эти вопросы как индикатор, да, вот, посмотреть, что это означает, именно через эти вопросы. Ну, и, Надежда Николаевна, я посмотрю, вот вопросы, которые были в рубрике «Вопросы», я там немножко отслеживал. Ольга Николаевна спрашивала, как понять, вовремя уйти с работы, чтобы не навредить себе и окружающим, или все-таки остаться и дальше выгорать? Ну, наверное, смотрите, всегда надо понимать. Это решение только ваше, это только ваше решение. Ну, смотрите, я для себя принял решение, допустим, для меня мое здоровье важнее всего остального. Не будет здоровья, не будет всего остального. Вы знаете, мы поднимаем, как правило, тост на день рождения за здоровье. Ну, это, знаете, красивые слова, но не всегда вникаем в суть и так далее. Наверное, с возраста мы начинаем больше понимать, когда уже какие-то проблемы в жизни возникают и так далее, что действительно это неформальные слова, здоровье, психическое здоровье, вот, что мы должны больше внимания уделять собственной жизни, собственному здоровью. Не будет у нас здоровья, ничего не нужно остальное. Ну, и что, что у нас будут хоромы, что мы там заработали очень много денег, а кому они нужны? В таких я случаях говорю, вы что, в гроб унесете свое материальное благополучие, да, и так далее. Ну, посмотрите, сколько одиноких людей среди богатых людей и так далее, вот. О новых вебинарах мы вам сообщим в ближайшее время. Сегодня пятница мы согласуем вопрос. Скорее, мы следующую пятницу и проведем вторую часть. Это связано с этапами и профилактикой. Вот, в плане профилактики, да, есть ситуативные некоторые вещи и так далее, но есть вопросы эксистенциального плана. Действительно, очень важно понять смысл своей жизни, смысл своей профессии. Вот, как соотносятся цели профессиональной деятельности, смысловые вопросы эксистенциального характера. Это непросто. Бронис Броневич, не пугайте непростыми вопросами. Вначале мы, скажем, дадим рекомендации, как уйти от СЭВа. А еще можно я добавлю хулиганское? Хорошо, я тогда расскажу, как я занимаюсь, да, там, велосипед, лес, аквапарк. Вы расскажете. Хорошо. Да, совершенно верно. А я хочу вам сказать, уважаемые коллеги и друзья, спасибо за ваше внимание. Бронис Броневич предлагает через неделю встретиться. А я хочу, как старый профессионал, сказать, что все хорошо, что в системе. Есть старый маленький анекдот. Приходит пациент к доктору, дерматологу и говорит, доктор, у меня страшно чешется голова, что делать? А он ему говорит, а вы мыть не пробовали? Пробовал, а через месяц опять чешется. Так вот, через неделю, чтобы у вас зачесалось, что есть такие. И синдром эмоционального выгорания, как от него уйти, мы будем серьезно смотреть и проговаривать. Всего самого доброго. Правильно, Бронис Броневич? Большое спасибо. Тогда ждите сообщения. Кто уже регистрировался, мы уже больше не будем делать дополнительных никаких регистраций. Вот кто зарегистрировался на вебинар, мы разошлем еще раз презентацию. Разошлем ссылку на видеозапись сегодняшнюю. Вот, может быть, посмотреть там какие-то источники в Ютубе и так далее. И будем обсуждать через неделю вопросы. А вы, в свою очередь, посмотрите на свои показатели, никому не показывайте, это ваши цифры. Подумайте, это не значит, что там плохо, но всегда посмотреть, смысл, вникать, посмотреть и так далее. Подумать. Хорошо, если...